Приветствую вас. Если человек обращается к экспертам за помощью, и эксперты начинают говорить, что либо всё хорошо, либо всё плохо, то это не эксперты. Это довольно-таки непрофессиональные люди, потому что то, что они делают, то, что они дают, это такая, своего рода, субъективная оценка того, что, ну того, что они видят, того, как они это видят. В действительности же правильный вариант в том, и правильный вариант такой, чтобы, значит, человек, чтобы человек определил, в чём вред именно вас. То есть, как именно вы пострадали от того, что с вами произошло. И вот задача психолога, например, я не знаю, какого рода у вас проблемы, задача психолога в том, чтобы нивелировать этот вред доступными ему средствами. Вот, собственно, и всё. И не нужно никому здесь верить, не нужно какие-то субъективные оценки выслушивать. Понимаете? Не нужно. Вы сами определяете понятие вреда себе, и определив понятие вреда, вы уже обращаетесь к, ну, к специалисту в сфере, которого находится, значит, влияние этого вреда на вас. Вот. И этот специалист сейчас с этим что-то делает. Знаете? То есть, если это болезнь, у которой нет диагноза, это психосоматика. Вот. Лечится, значит, она врачами, психотерапевтами, либо психиатрами, значит, там назначаются определенные препараты, не медицинские, ну, не медицинские направленности в привычном понимании этого слова. И с человеком проводится психологическая работа. Да? Вот. Если у человека есть проявление психической болезни, то, соответственно, такого человека, значит, определяют на лечение и так далее. Если у человека есть внутренние конфликты, противоречия, то такой человек обращается к психологу и с ним, соответственно, работают. Ну и так далее. То есть, понимаете, нет такого единого какого-то понятия и критерия вреда. Например, вот, допустим, приходит человек, ну, допустим, к терапевту, да, или к неврологу и говорит, у меня болит спина. И невролог сразу видит, почему спина может болеть, значит, это препарат. А если такой человек придет к психологу, например, и скажет, что у меня болит спина, психолог будет работать немножечко в другом контексте и будет говорить, что тот факт, что у вас болит спина, это хорошо. Это хорошо. Потому что это говорит о том, что так организм ваш себя защищает, допустим, от куда более серьезных болезней, например, или проблем. Поэтому я полагаю, что вы не встречали компетентного специалиста, либо вы обращались просто не по направлению, не по профилю вы обращались. Ну, в принципе, это тоже нормально, потому что вы не обязаны знать, какой специалист вам может помочь или должен помочь. Вот. Но, тем не менее, задача главная. Профессионал, она в том и заключается, чтобы, если он не может помочь сам, чтобы он мог направить человека туда, где ему помогут. Вот. Так что, я полагаю, не нужно слушать, не нужно прислушиваться к тем, кто говорит, что все хорошо и к тем, что все плохо. Нужно определить именно наличие вреда для вас. То есть, что является вредом именно для вас. И, понимаете, вот, например, там, допустим, в одной ситуации, да, банальной. Муж, там, ушел из семьи, да, грубо говоря. И для одной женщины проблема в том, что он ушел от нее, то есть, он ушел от нее, то есть, ей плохо, что ушли от нее, она плохая. Для другой женщины проблема в том, что ушли к другой, и для нее это проблема. А третья женщина говорит, что я вот все время таких мужчин встречаю, да, которые от меня уходят. То есть, ну, это уже не первый раз такое, понимаете. То есть, у всех у каждого проблема, она своя. Вот. И нужно определить именно вашу проблему, в чем она заключается, а не прислушиваться к тем, кто ставит диагнозы. Вот. То есть, диагнозы ставят, как правило, медики. Вот. Ну, любые, любые медики. А в остальных случаях диагнозов нет. Понимаете? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете писать в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.